Группа 4 представляет По роману Ржевояна. Конкуровская премия 1957 года. В фильме снимались Араф Матиоли, Викторио Каприоли, Лидия Альфонси, Джанри Катедесчи, Нина Венджелли, Джо Дассен и другие. А также Тедди Биллис и Паола Стоппа. Оператор Аттелло Мартелли. Композитор Роман Влад. Продюсер Жак Бар. Производство Франция-Италия. Автор сценария и режиссер Жюль Дассен. Дурачок. Музыка. Эй, Луиджи! Опять он здесь. Какой глупый этот голубь. Ведь мог бы улететь куда захочет. Если бы у тебя были крылья, ты остался бы в этой береге? Хорошо, только там, где нас нет. Эй, Гул, почему ты не улетаешь? Потому что иногда кто-нибудь бросит ему крошку хлеба. А как нам бросают работу? Давай, голубь. Лети. Улетай. Улетай. Что ты там увидела? Ничего. Лукреция, прими свой, Хинин. Лукреция. Прими свой Хинин. Как дела, дети? Я вижу, вы работаете. Молодцы. Вы не поцелуете папу? Комиссар, хорошо поспал? Очень хорошо, Джузеппина. Я видел тебя во сне. Красиво? Очень. Представляешь, у Джузеппина появилась грудь. Атильо. Да, настоящая грудь, как у тебя, или почти как у тебя. Атильо. Освязаемся, господин Комиссар? Да. Это же Рай или Мариетта распалили вас? Ты ревнуешь, потому что тебя никто не трахает. Атильо. Атильо. Когда девушка так поет, бесчеловечно сажать мужчину на цепь. Лучано. Лучано. Да, шеф. Слушаю. Наши четверо заключенных должно быть распустили слюни от такой песни, несчастной. Да, раз будет даже спящую свинью. Черт, вас всех побери. Вам мне завтра повезло. Вы можете ее видеть. Да, спасибо. Когда сидишь за решеткой, это еще хуже. Поехали. Разреши дотронуться до тебя, Мориэтто? Позволь. Знаю, знаю. Тебе нравится этот агротехник, да? Смотри-ка, этот красавчик приехал за товаром. Он питает иллюзии. Как и ты. Мне нравится, когда ты меня бьёшь. Почистила с водой. Дон Чезаре готов. Опять ты крутишься у её юбки. А ты прекрати его провоцировать. Кто его провоцирует? Кто? Посмотри, как ты одета. Ну ладно, хватит. Если бы ты показывала своему мужу немного больше, он не смотрел бы по сторонам. Шлюха, я оторву тебе руки. Попробуй. Несчастные. Вы хотите моей смерти, да? Дон Чезаре ждёт. Женщины, слишком много шума. Опять ругаетесь. Заходите. Слишком много шума. Слишком много шума. Тонио, я уже говорил тебе, что мой слуга не может показываться гостям в рубашке. Сейчас, Дон Чезаре. Добрый день, мне назначена встреча. Разрешите представиться, Энрико Тозе. Извините, что побеспокоил вас, Дон Чезар. Это я извиняюсь, сударь, что принимаю вас в таком виде. Я собираюсь на охоту, но я в вашем распоряжении. А у вас здесь как в музее. Да. Вы позволите? Прошу вас. Удивительно. Вы находите? Греческие подлинники. Но местные жители называют это старьём. Честное слово, я не ожидал увидеть в вашем доме такие чудесные вещи. Почему? Только здесь вы и можете их увидеть, сударь. Всё это было найдено мной в здешних болотах. Но вы, конечно, не знаете, что мы были греческой колонией. Извиняюсь, я этого не знал. Местные этого не знают, но вы ведь с севера? Да? Признаюсь, что история не мой конёк. Я инженер-агротехника. Знаю, знаю. Вы приехали менять облик района. И жизнь этих людей. Когда мы осушим болото, будет покончено с Малилией. Болота вы не тронете. Они принадлежат мне. Они красивы, и я там охочусь. Орешение принимаю не я. Вы будете уведомлены официально. Официальные письма? Знаете, что я с ними делаю, молодой человек? Представлю. Но я хотел поговорить с вами совсем о другом. Я по-прежнему в вашем распоряжении. Мне нужна служанка, и если вы не против... Мариетта? Сударь, я отвечу, как вы. Решение принимаю не я. Мои люди свободны. Хочу дать вам совет. Здешние люди играют в одну поучительную игру, которую они называют «Кто здесь хозяин?». Зайдите сегодня вечером в кафе. Посмотрите, как они играют в неё. И попытайтесь понять её смысл. Вы хотите изменить природу? Посмотрите сначала, сможете ли вы изменить наших людей. До свидания, сударь. Тонио, ружья. Я не хочу быть ничей служанкой. Я готов платить 11 тысяч лир в месяц. Она согласна. Эльвира. Вы сказали 12 тысяч, она начнёт с понедельника. Мама, я не пойду. За 12 тысяч лир пойдёшь. А в его постель придёт? Тонио. Посмотрите на этих трёх сводниц. Не обращайте внимания, у него малярия. Заткнись. На вашем месте я бы не рисковал, господин хороший. Девушкам с юга палец в рот не клади. Мужчинам с севера тоже. Но я ищу всего лишь служанку. Хорошо. 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 Забирайте её. Везите её к себе. А через неделю сотня свидетелей поклянётся, что вы её обесчастили. И тогда вы попали в голубчик. Либо тюрьма, либо свадьба. Верёвка на шее. Я вас предупредил. До свидания. Если Мариета захочет работать, пусть приходит ко мне в понедельник. Если нет, я найду кого-нибудь ещё. Поздравляю. Одиннадцать тысяч, и она ещё ломается. Двенадцать тысяч, он заплатил бы двенадцать. Двенадцать или двадцать. Нет. Мариета. Послушай меня, дитя моё. Иди сюда. Садись. Послушай, Мариета, я твоя мать. Я думаю только о твоём будущем. Нет, мама. Ты продаёшь меня. Ка стул, как вещи. Как ты продала уже Марту и Эльвиру. А разве нам плохо у Дона Чезаре? Нет, Эльвира, хорошо. Но как стульям Дона Чезаре. Как вещам Дона Чезаре. Как королам Дона Чезаре. Когда он говорит, пора спать, все встают. Она спятила. Нет, просто у неё кто-то есть. Кто он? Ты не должна отказывать образованному человеку. Знаешь, что он сделал? Вывел новую породу овец. Вот пусть и спит со своими овцами. Мариета, вернись. Пусть спит с овцами. Вернёшься, я тебя накажу. Бездельница, шлюха. После вас. Жаль, что ты не хочешь идти ко мне. Но я хочу. Ты только что сказала, что не хочешь быть ничьей служанкой. Вот этого я не хочу. Не понимаю, чего же ты хочешь? Обручальное кольцо. Тогда делай, как говорил Тонио. Свидетель, заставь на себе жениться. Нет, я хочу замуж, но не по принуждению. Тебя не составит труда найти мужа. Я не искала. Тебе запрещает Дон Чезаре, старый козёл. Ни слова о Дону Чезаре. Ты его защищаешь? Да. Ты считаешь его своим хозяином? Разумеется. Тогда оставайся у него. Нет. Для меня он слишком строг. Я думаю... Я думаю, что охотно бы вышла замуж за вас. Почему за меня? Мне понравилось, как вы только что сказали Дону Чезаре. Вы будете уведомлены официально. Это красиво. И вы тоже красивые. Странные манеры для деревенской девушки. Я позор нашего городка. Господин Кюре говорит мне это каждый день. Один только Дон Чезаре считает меня скромным. А ты скромная? Да. Только мне это не очень нравится. Но я вас подожду. Я готов, но у меня нет обручального кольца. Будет. А у тебя есть преданное? Тоже будет. О, нет. Один. Дон Чезаре, иду. Четверг на моем винограднике будет работа для тебя и тебя. Спасибо, дон Чезаре. Держи. Спасибо, дон Чезаре. Четверг кто-то сможет выпить, не играя в хозяина. Я все думаю, кому она достанется. Глупый вопрос. Агротехнику? Нет, старику. Дон Чезаре? Если этого не миновать, то я за традицией. Даю вам одну минуту. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Придешь? Не знаю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрый день, сеньор Бриганте Здравствуйте, сеньор Бриганте Извините, сеньор Бриганте Ничего не пьешь, сынок? Здравствуй, папа Я не хочу пить Добрый день, хозяин Прошу вас, я еще не... Заткнись, Пицачо Ты же знаешь, что господин адвокат не любит, чтобы его так называли В море покоится жемчуг На небе сверкают звезды А в сердце моем пылает любовь Красиво? Поэзия, поэзия Добрый день Добрый день Лакомый кусочек эта блондинка Она настоящая блондинка или красная? Судья ездил за ней в Венецию Должна быть настоящая Как подумаешь, этот недоносок судья имеет ее каждый день Нет, только по субботам Здравствуйте, господин комиссар Ателио, выпьешь стаканчик? Не до этого, уверяю тебя Куда ты? Некогда, Маттео Государственное дело Украли мотоцикл моего полицейского участка Подростки? Да Полицейский мотоцикл? Оставили только номерной знак Не суетись, этим займусь я сам Хорошо Но мне нужен сегодня к вечеру Ладно, сделаю Скажи Тебе нужна сегодня вечером твоя холостяцкая квартира? Джузеппина? Никому ни слова Сынок Возьми Повеселись сегодня на празднике Спасибо Пока, хозяин Козлы не ведают стыда Зато полны амбиции На них походит иногда наш комиссар полиции На них походит иногда наш комиссар полиции Повесел Эй, ребята Идёте с пляжа? Да, я вижу, волосы ещё мокрые Значит, бесполезно спрашивать, чьих рук это дело? Осторожно Швейцарцы Они себе ни в чём не отказывают Извините, где находится гостиница? Прямо Со всеми удобствами А почему украшают город? Сегодня у вас праздник Да, вечером открытие ярмарки и танцы под джаз-оркестр лучше, чем в Нью-Йорке Кажется, мы приехали вовремя Спасибо Не за что Скажите, ребята, сколько нужно времени, чтобы разобрать такую машину? Что сделать? Подумайте хорошенько Вы ответите мне во время нашей прогулки Меня ждёт мама Он сказал, вы идёте гулять Я с тобой? Нет Пошли, ребята Там хорошее место для прогулок Да, но мы пойдём туда Пошли А ты? У меня болит нога У тебя болит нога Бегом Бегом марш Смотрите Идёт бриганта со своей бандой Это не бриганта со своей бандой, а Платон со своими учениками Какой Платон? Которого ты не знаешь Очень древний грек Греки Кажется, это самые большие жульки на свете Но говорю тебе, это бриганта Как устроена жизнь? Вас десять или двенадцать, а я один Но когда я говорю, идём гулять, мы идём гулять И когда я говорю туда, мы идём туда А почему? Почему? Потому что везде, всегда и во всех случаях есть тот, кто командует и остальные Они подчиняются законам, а тот, кто командует устанавливает законы и наблюдает Он наблюдает, он наблюдает, он наблюдает Мы сочинили песню о вас Он наблюдает, он наблюдает, он наблюдает Не обижайте, сеньор бриганта Сначала послушаем Приготовились? Он высокий Он красивый Он со шрамом на щеке У него есть сын ягнёнок Зато он ведёт себя с девушками, как настоящий волк Т State В порте Монакое он хозяин Он даёт жить другим А сам Наблюдает За продавцами и они платят За покупателями и они платят За ворами и они тоже платят Он наблюдает, он наблюдает, он наблюдает Кто это? Я рад видеть, что иногда вы очень забавны. Но между нами, кражи мотоцикла, это совсем не смешно. Ребята! Привет, начальник. Нет! Нет! Не трогайте, я вам запрещаю. Бесполезно, Марието. Подлец. Осторожно, острый. Бокалейщик, ковродел, булочник, жестянщик. Здравствуйте. Привет. Нет, это не смешно, потому что они знают, что это вы. Быстро соберите его и привезите ко мне сегодня вечером. Об остальном позабочусь я. Иди, Бальбо. Все, ребята, уходите. Теперь вы работаете на полицию? С полицейскими, Марието, мне помогает разговаривать это. По-прежнему воруете по мелочам, стащите на 20 лир, а потом делите скверно. А я ведь предлагал тебе совсем другое дело. Ты подумал о моем предложении? Я только этим и занимаюсь. Думаю. Ты мне очень нравишься, бриганты. Ты мужчина. Настоящий. Но достанусь я не тебе. Марието, я дам тебе все, что ты захочешь. Все? Твой дом, твои земли? Наследство твоего сына? И что еще? Вот видишь, я должна еще подумать. В Порто-Монакоре царствует она. В Порто-Монакоре она одна. Это она. Кто? Это она. Кто? Мари, Мари, Мариатта. Дата рождения? Одиннадцатая августа. Августа, вы настоящий лев? Настоящий лев. Добрый вечер, Мариатта. Я лев, а ты дева. Не надо. Твоя мать и сестры ищут тебя. Куда ждут? И последний билет для тебя, Тонио. Тонио, только 50 лир, и ты выигрываешь два литра вина. Очень кстати, я хочу пить. У тебя седьмой номер, 50 лир, два литра вина. Поехали. Иди в седьмую. Иди же. Кролик, иди в седьмую. Нет. Кролик, я хочу пить. Иди в седьмую. Ладно, иди. Не на меня, но смотри, идиот, а на седьмую. В седьмую! Начинаем следующую партию. Новая партия. 50 лир, два литра вина. Два литра вина за 50 лир. Ставить деньги на кролика могут только олухи. На, возьми. Ну что, еще не решила? Нет, еще. Поторопись, ты же знаешь, что время не на стороне молоденьких девушек. Я подумаю об этом. Спасибо. Ты хочешь ее? Не знаю, хочу ли я ее. Но она будет моей. Добрый вечер, Мария. Привет, Мария. Привет. Неплохо. Ты можешь оказать мне услугу. Я способен на все. Укради нож у бриганта. Для меня. А ладно. Женщина, чего только не сделаешь для вас. Я рассчитываю на тебя. Хорошо. Хорошо. Итак. Выбрасываете деньги на ветер? Понедельник у меня получит. Вам идет синий костер. Ты тоже неплохо выглядишь. Потанцуем? Нет. Почему? Не хочется. Это опасно. Папочка, ты будешь стрелять или мы пойдем танцевать? Да, мамочка. Сейчас расплачусь и потанцуем. Получите, мадам. Сдачи вы оставьте себе. Спасибо. Потанцуем? Теперь уже не опасно? Опасно. Еще опаснее. Хорошо. Вы позволите купить мне вам билеты? Я очень рада принимать у себя гостей. Нет, господин комиссар, я сам. Три билета, пожалуйста. Тогда выпьем по стаканчику попозже. С удовольствием. Когда я танцую с девушкой, мне хочется, чтобы она смотрела на меня. Я и смотрю на тебя. Нет, не похоже. Ты ошибаешься. Я вижу только тебя. Посмотри на Лукрецию. На что это похоже? Откуда у нее это платье? Она перекрасила свое синее платье. Я бы никогда не выбрала черный цвет. Конечно. Но она хочет быть похожей на вдову. РАДНОМИЕ ПЕХАników Так вы хотите научиться играть в хозяина? Сейчас самое время. Да, но я... Иди. У меня тоже есть дела. Пока. Я позволил себе. Сегодня так жарко. Ты очень любезен, но я не люблю мороженое. А вот моя жена... Привет, Франческо. Добрый вечер. Привет, Личер. Много наловили сегодня? Ничего. Ничего? Ничего. Завтра ты будешь нашим смотрящим. Хорошо. Мы рассчитываем на тебя. До свидания. Пока. А что значит быть смотрящим? Рыбаки считают, что я лучше всех вижу рыбу в море. Извините. Я отойду на минутку. Плохо себя чувствуешь? Нет, я сейчас вернусь. Вот. Очень хорошая модель. В нем, я вам гарантирую, ваша грудь будет, как у Мерлин Нонро. Сколько? Восемь тысяч. Не всем мужчинам это нравится, но маленькая грудь тоже может быть привлекательной. Восемь тысяч лир. Пожалуйста, позвольте мне купить вам этот купальник. Мне это будет приятно. Пойдемте, у меня есть ваш размер. Сделано для вас. Эй, Тонио! Тонио, старина. Как дела, Тонио? Очень хорошо. Отстаньте. А то, Тонио? Улыбочка, Тонио. Отстань. Тонио, как ты вовремя. Этот человек с севера хочет научиться играть в «Кто здесь хозяин?». В каждой партии должна быть своя жертва. И сегодня, я чувствую, ей будет Тонио. А если хозяином буду я? Тогда командовать здесь будешь ты. Гюста, вина. И что мы будем делать? Сначала кладем на стол по 30 лер. Ты играешь? Нет, я посмотрю. Сыграю, я одолжу тебе 30 лер. За вина уплачено. Посмотрим, кто будет его пить. Начинаем. Выбрасывайте на пальцы любое число. Раз, два, три, покажи. Зачем они считают? Чтобы определить того, кто будет хозяином игры. Двадцать два, нас шесть, шестью три, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, пицца, чё хозяин? Я хозяин Тонио, бедняжка. Теперь я должен выбрать себе помощника. Надо подумать. Давай, давай. Все знают, кого ты выберешь. А если я возьму Тонио? Ладно, начинай. Да, если я возьму Тонио себе в помощники, то, возможно, он будет признателен мне. У него есть хорошенькая заловка, может быть, он одолжит мне её. Ты одолжишь мне её, Тонио? Такие шутки тоже играют? В этом вся соль. Мы здесь эстетой, играем не ради вина, как в Неаполе или Риме, а ради удовольствия. Хозяин партии может делать всё, что захочет. Он может сказать всё, что он думает, даже правду. Он может похвалить или унизить. Для него нет ничего святого. А остальные? Остальные терпят. Посмотрите на Тонио. Молчалив, невозмутим. Хорошо играешь, Тонио. Понятно. Кто будет помощником? Но раз всё равно она достанется ему, ты мне должишь, Мария? После меня. Хорошо. Я назначаю тебя помощником. Какая неожиданность. Готов? Мы угостим того, кто нам нравится? Наверное. Кто тебе нравится? Я думаю, Тонио. Тонио? Да. Не знаю почему, но он мне кажется грустным. Тогда выпьем мы. Тонио. Теперь кому достанется королевская милость? Ты же сказал королю. Неужели? Да. Вы хотите выпить? Да, от вашей игры у меня пересохло в горле. Надо говорить, я могу выпить, господин помощник. Господин помощник, я могу выпить? Один момент. Что скажет хозяин? Он глупый. Ты думаешь? Он размечтался, что Мариэта будет его. Простите его, хозяин. Он еще не умеет играть. Он с севера. Вот, видишь, не надо поощрять глупцов. Я могу выпить, господин помощник? Хочешь выпить? Хочу. С головы тоню? С головы тоню. Давай. Какой игрок, Тонио? Знаете, о чем он сейчас думает? Он думает о том, что он мне скажет, если в следующей партии хозяином будет он. Но будет ли он им? Твое здоровье, Тонио? Хочешь выпить? Нет. Он не пьет, но играет здорово. Умеет терпеть. Скажем ему или нет? А Марти, это жена Тонио. Скажем, мы же друзья. Правда? Правда? Скажем. Злые языки утверждают, что когда Марти было 16 лет, она очень нравилась Дону Чезаре. Он так часто говорил ей об этом, что обрюхатил ее. А ему было 68 лет. Племенной бык этот Дон Чезаре. Оставалось только найти рогоносца, чтобы выдать ее замуж. Рогоносец нашелся и стал слугой Дона Чезаре. Но так говорят злые языки. Кто им поверит? Тонио. Твоё здоровье. Гюста, еще вина. Здесь случайно не играет в хозяина? Хозяина? Но ведь это запрещено. Конечно. Раз, два, три. Покажи. Обожаю тебя. Приду к тебе завтра в Трабуччо. Потанцуем еще, мамочка? Малыш заснул. Дай мне. Пойду уложу его. Какой он милый. Я уложу его и вернусь, чтобы пригласить вас на вальс, синьора. Хорошо? Согласна. Привет, Марьетта. Привет. Привет. А мой нож? Естественно, мамо. Самое время. Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Держи Добавил DimaTorzok 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 Я соврал, не вы, а дон Чезаро. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы, господа, спокойно, все в порядке. Это шутят подростки. Где ребенок? Я скажу за ним, мамочка. Танцы продолжаются. Ретта. Ты... Нож, мать его бригады. Спасибо, ты волшебный. Мне это уже говорили. Но что случилось со светом? Сейчас включат. Ограбили. 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 У меня украли пятьсот тысяч лир. Полмиллиона. Женщины, хватит глазеть. И закройте окно. У одного туриста украли пятьсот тысяч лир. Будем их искать. Без шума. Без шума, без шума, без шума. Эльвиро. 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 В постель. Опять где-то шлялась. Она болтается с оборванцами, но отказывается идти к игротехнику. С кем ты шлялась? С Марлоном Брандо. Я покажу тебе. Сейчас ты меня увидишь, Марлона Брандо. Только попробуй. Привязывайте ее. Сюда. Привязывайте, быстрее. Говори, ты пойдешь завтра убирать к игротехнику? Нет. Будешь слушаться? Я не стану служанкой. Она не плачет. Слишком гордая. Бей. Отомсти мне заранее, потому что ты боишься. Тебе хочется, чтобы я ушла, потому что ты боишься, что однажды Дон Чезаро скажет, иди в постель, Марриэта, потому что он больше не захочет тебя. Как не захотел больше Марки, не захотел больше ее. Гадюки. Уходите. Не вмешивайся. Я имею право воспитывать свою дочь. Я сказал, уходите. С каких это пор здесь командуют женщины? Иди. Старику не терпится. А вы идите спать. Идите, женщины. А теперь, Марриэта, ты будешь вынуждена позволить мне. Тонио, я тебя уважаю. Я тебя очень уважаю. Ты знаешь. Барриэта. Барриэта. Спасибо. Я тебя уже не верю. Да. Я тебя так... Субтитры сделал DimaTorzok Я ухожу Тонио и никогда больше не вернусь сюда Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас таких много Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошу тебя ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фанческо, ты там находишься, чтобы следить за морем Поднимайте! Вытягивайте сеть! Поднимайте! Быстрее! Быстрее, ребята! Поднимайте! Держи! Держи! Быстрее, ребята! Быстрее! Поднимайте! Там хватит всем на похлёвку! Теперь я знаю, что такое Трабуччо. Ты был между морем и небом. Хороший улов? Неплохой. Однажды я видел, как поднимали 300 килограммов сразу. От тебя пышет жаром. Ты бежал? Ну, нет. Ну, нет. Все. Я все брошу ради тебя. Скажи мне, что нас ждёт? Как мы будем жить? Ты будешь смешить меня? Будешь играть мне на гитаре? Когда ты играешь на гитаре, я вижу, как набухают твои вены. И вижу твои глаза. Мне нравится, как ты моргаешь. Что? Скажи, о чём ты думаешь? О том, что мы с тобой в первый раз одни, но мы в этой грязной пещере. Это самая красивая в мире пещера. Здесь ты поцелуешь меня в первый раз. Я думал об этом всю ночь. Скажи мне, что нас ждёт? Как мы будем жить? Одни. Совсем одни. Ты заставишь меня всё забыть. Эту пустоту, это убожество. Этот кошмар, когда я просыпаюсь и чувствую его тело рядом. Ненавижу. Я всё здесь ненавижу. Для меня существуешь только ты. Как ты прекрасна. Я люблю тебя. Как я люблю тебя. Тебе нравится этот домик? Что в него особенного? Там живёт Мариетта. Подожди меня на пляже. Ты не боишься дона Чезаро? Я сказал, на пляже. На пляже. Ты не царилась. Ты не знаю, что ты? Я стараюсь. Ура, не стараюсь. Я стараюсь. Она стараюсь. - Поехали! Здравствуй! 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 Тонку, тюканый. Глубокая рана. Теперь у тебя будет крест. Матео Бриганто будет носить свой крест. Ты должен пойти умыться к источнику. Матео Бриганто будет носить свой крест. Ты меня пометила. Если бы ты была мужчиной, я бы тебя убил. Ты слишком богат. А богатые не убивают необдуманно. Осторожно, острый. Убирайся. Убирайся. Простой вы. Да, благодаря восьми тысячам лир. Анна. Жена комиссара в купальнике. В Порто Монокоре что-то случилось. Да, теперь комиссаром командует Джузеппина. Я видел жену комиссара. Она... Девчонка? Я этого ожидал. Смотри. Смотри. Рассмотрел? Хорошо. Теперь беги в город. Кафе на площади, везде. Предупреди людей. Чтобы все знали и не раскрывали рта. Никаких вопросов и никаких улыбок. Я приду через 15 минут. Беги. Что ты делаешь в кабине моего сына? Твоя щека. На моей щеке что-то есть? Нет. Правильно. У тебя здесь кое-что есть. И в купальнике тоже. А что в конверте? Любимый. Передаю тебе это письмо через Джузеппину. Когда ты его получишь... Останется всего лишь 17 часов, и мы соединимся навеки. Подписано. Лукреция. 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 Жена судьи? Я ничего не знаю. Она попросила меня передать письмо. Клянусь, я не знаю, что там было. Лукреция. Лукреция. Мальчик не промах. Останется всего лишь 17 часов, и мы соединимся навеки. В 9 утра уходит автобус на Фоджу. Лукреция. Слушай меня внимательно, Джузеппина. Если ты скажешь хоть слово, только одно слово, слышишь? У тебя не будет возможности произнести второе. Поняла? Иди, загорай. Доктор был там долго. Значит, приступ был сильный. Эй, Нико, ты веришь, что Дон Чезаро может умереть? Нет. Просто Господь Бог сыграл с ним небольшую шутку. Которую Дон Чезаро ему не простит. Тонё, как старик. Хорошо. Что с ним? Ничего. Он здоров. Ничего не было. Не было. И доктор не приезжал. Нет. Почему люди выдумывают такие глупости? Так вино, которое нельзя выпить, или крест на щеке Матео Бриганты, который нельзя увидеть. Нельзя. 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 Добрый день, сеньор бриганте. Пап, посмотри на щеки. Добрый день, сеньор бриганте. Вермут. Ты знаешь, что Дон Чезаро заболел? Да, это грустно. Добрый день, сеньор бриганте. Добрый день, сеньор бриганте. Ты будешь так стоять всю ночь? Я тебе мешаю. Пожалуйста, я хочу потушить свет. Автобус отправляется рано. Дон Чезаро у окна в своем кресле, он болеет. На террасе кафе напевает песню молодой парень. Франческо слушает его со своего балкона. Ты очень хочешь навестить свою сестру завтра? Так надо. Лучше я отвезу тебя во Флоренцию на музыкальный фестиваль. Слишком поздно. Лукреция, ты меня когда-нибудь любила? Да. Когда? Никогда. Ты меня презираешь. А ведь это я тебе все дал, всему научил. Не надо было. Да, не надо. Ты научил меня слишком многому. Когда я ничего не знала, я могла еще тебе верить. Кем стал молодой судья, который хотел переделать мир? Жалким судейшкой в убогом городке. Я неудачник. Жизнь прошла зря. И ты обнимаешь меня из жалости. Спи. Лукреция не уезжает. Спи. Спи. Дон Чезаре. Оставь. Надо есть. Дон Чезаре. Мариетта. Где Мариетта? Она ушла. Нет. Она прячется. Найди ее. Почему ты так смотришь? Мне нравится, как ты ешь. Большинство мужчин отвратительны, когда едят. А ты нет. Никто никогда не делал мне столько комплиментов. Я красив, как бог, я ем, как принц. Как принц? Ты так думаешь или по-прежнему охотишься за мужем? И то, и другое. Послушай, Мариетта, я буду тебе рассказывать, а ты будешь слушать, не говоря ни слова. Не говоря ни слова? Вот так. Мой отец, как все отцы, имел детей больше, чем мог прокормить. И как все отцы, хотел дать мне образование, которого не имел сам. Поэтому я очень старался. И получил диплом инженера агротехника. Ни слова. Меня послали сюда. И здесь мне нравится. Очень нравится. Я приношу пользу. У меня интересная работа, очень интересная работа. Я хочу сделать карьеру. Я не хочу думать ни о чем другом. И не хочу залезать в долги, чтобы обзавестись семьей, а потом занимать, чтобы отдавать эти долги. Но, кроме этого, я, конечно, мужчина. Я здоровый мужчина. Это нормально. Но, когда я просил тебя прийти ко мне, у меня не было никакой задней мысли. Я не хочу тебя обмануть. Ты красивая девушка. А я мужчина. Здоровый и нормальный. Я получил диплом. И хочу тебе сказать. Да. Мария, что ты делаешь? В стиле у тебя постель. Мария, есть вещи, которые нельзя делать без любви. Да. Ну, раз ты меня не любишь. Я этого не говорил. Значит, ты меня любишь? Я пытаюсь тебе сказать, что любовь сложнее, чем эта. Я знаю. Один мужчина, которого я ненавижу, попытался взять меня силой. Кто это? Когда? Это было давно. Я вспомнила об этом, потому что ты мне сказал, что любовь сложнее, чем эта. Я смогла бы убить этого человека, если бы он меня тронул. Но в то же время мне хотелось, чтобы он прижимал меня к себе. Ты понимаешь? Да. Останься со мной, пожалуйста. Останься со мной. Мария, я не могу жениться на тебе. Ты сможешь? Нет. А мне все равно. Мария, это... Да. Нет, это... Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Да. Редактор субтитров, который... До завтра. День будет долгий. До завтра. Продолжение следует... Одну минуту. Извините. Франческо, этого не может быть, чтобы ты уехал. Может. Франческо, куда ты едешь? Я тебе говорил. Где ты взял деньги на эту поездку? Ведь они не твои. Они не твои. Они не твои. Пошли. Я хотел сделать из тебя адвоката, а не альфонса. Я советую тебе отказаться от этой поездки, сынок. Твой отец тебе советует. Хорошо. В конце концов, ты достаточно взрослый, чтобы сделать выбор. Может быть, ты создан для такой жизни. Музыка. 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 Подождите! Аплодисменты! Ты косоглазый! Я люблю тебя! Клянешься? Клянусь! Если бы мог, ты хотел бы, чтобы мы поженились? Если бы я мог! Клянешься? Клянусь! Ты спишь? Нет! Клянешься? Клянусь! Клянусь! Хорошо! Что ты делаешь? Не двигайся! Ты стелешь еще одну постель? Да! Иди сюда быстрее! Не двигайся! Закрой глаза! Что ты делаешь? Закрой глаза! Мы богачи! Мы богачи! И мы поженимся! Откуда у тебя эти деньги? Швейцарец! Это ты? Да! Я принесла вам мое преданное, господин агротехник! Я девушка с преданным! Марьетта, ну это ворованные деньги! Но ведь у швейцарцев! Даже если у швейцарцев! Это Бальбо! Привет, Бальбо! Что случилось? Дон Чезаре заболел! Зовет тебя! Иду! Я должна уйти! Дон Чезаре заболел! Он меня ждет! Я требую, чтобы ты немедленно отдала эти деньги! Ты шутишь? Но ты не различаешь добро и зло! Ведь существуют некоторые моральные нормы! Мораль! Что более морально? Чтобы швейцарец имел машину размером с дом? Или чтобы у меня был муж? Если это муж и я, ты отдашь деньги! Как дарак на горе, Слеснад! Ты сделаешь то, что я тебе говорю! Я сделаю то, что хочу! Ты меня любишь! Ты меня любишь! Моретта! Ты должна отдать эти деньги! Я люблю тебя! Моретта! Что с ним? Моретта не... Иди к нему, Моретта! Моретта! Это греческая? Нет, не греческая! А что это? Акробат! Тонио! Хорошо, Тонио! Хорошо, Тонио! Прикрой окно! Где ты была? В Сижине на посадках! Чем ты там занималась? Любовью! С кем? С игротехником! Так! Он делает успехи в продвижении прогресса! У вас лихорадка! Вам больно? Ты любишь меня, Моретта! Да! Я люблю вас! Дон Чезаре! Не смотрите на меня! Это я украла деньги у швейцарца! Не смотрите на меня! Я спрятала их в хижине! Пришел Бриганте! Он хотел меня... Так это ты его пометила? Да! Хорошо! Ты подложила бумажник в его карман! Тонио увидел его! Бриганте выдаст тебя! Нет! Не Бриганте! Тонио сказал судья! Бриганте арестован! Ты будешь вынужден признаться! Отдай мне деньги, Моретта! Нет! Я скажу судье, что один из моих людей нашел их на болоте! Если с ним буду говорить я, он не будет задавать вопросов! Нет! Хорошо! Тогда принеси мне чем писать! Я хочу завещать тебе мой дом! Он стоит гораздо больше! Что мне делать с вашим домом? Вы умрете! А я не смогу жить здесь с этими женщинами! И ни у кого здесь нет достаточно денег, чтобы купить его у меня! У меня есть идея, дон Чезаре! Говорю! Если вы оставляете мне ваш дом, значит он мой! Я продаю его вам! Дайте мне пятьсот тысяч лир! И дом будет ваш! И я отдам деньги! Ты дьявол, Моретта! Ну где я найду тебе пятьсот тысяч лир? Ты нравишься мне, Моретта! Ты нравишься мне, Моретта! Ты нравишься мне, Моретта! Тонио! Тонио! Позови ко мне судью! Мне так хотелось бы научить тебя любви! Моретта здесь! Что она сделала? А вы это узнаете! Как здоровье дон Чезаре? Хорошо! Он как раз хотел вас видеть! Отлично! Эти господа со мной! Одну минутку! Я спрошу его! Моретта что-то натворила? Возможно! Дон Чезаре! Дон Чезаре! Господин судья здесь! С ним бриганты и комиссар! Отвези меня в большой зал! Что вы говорите? Вы хотите, чтобы я принимал их в спальне? Отвези его! Поехали! Эльвира! Добрый день! Добрый день, дон Чезаре! Добрый день! Добрый день, дон Чезаре! Тонио! Вина! Сеньоры! Я рад видеть вас у себя! Садитесь! Как вы себя чувствуете, дон Чезаре? Чудесно! Кстати, господин судья, если со мной что случится, мои коллекции унаследуют государство. Но так как оно не сможет оценить их по достоинству, могу и я попросить вас позаботиться о них. Это большая честь для меня, Сеньора. Но, к сожалению, я должен перейти к неприятной теме. Сеньор Бриганте утверждает, что этот бумажник... Наконец-то! Желайте мне здоровья, друзья мои. Мне это не повредит. Я могу выпить? Как скажет хозяин. Я могу выпить, господин хозяин? Надо спросить у помощника. Кто ваш помощник? Мариетта. Я хочу посмотреть, как она устанавливает законы. Мариетта. Я могу выпить? Спасибо. Этот бумажник был найден в кармане Матео Бриганте. Но, Сеньор Бриганте утверждает, что он никогда его не видел. Так решил господин судья. Это вызывает жажду. Итак, я могу выпить? Ты не спрашиваешь мнение хозяина? Спрашиваю. Сеньор Бриганте, мне кажется, вам очень хочется занять мое место. Мне кажется, что вы рассчитываете стать хозяином всего города. Но знаете ли вы, что быть хозяином можно только при одном условии? Надо чувствовать себя хозяином. Вы сделали одну чудесную вещь. Вчера вы прошли по городу, не позволив никому спросить, что у вас на щеке. Вы вели себя как хозяин. Почему? Потому что хозяин никому не позволяет задавать себе вопросы. Никогда. Дон Чазары, я знаю. Знаю, что вы ни при чем в этом деле с бумажником. Вам не будут задавать никаких вопросов. Послушайте, дон Чазары. И я не позволю, чтобы задавали вопросы мне или кому-либо из моих домашних. Ладно. Извините, дон Чазары. Извините, Мретто. Мы уходим. Снимите с меня это. Сеньор Бриганте, закон обязывает меня. Какой закон? Я знаю их так же хорошо, как и вы. Мой сын адвокат. Вы знаете Франческо? Мальчишка, который может вас кое-чему научить. Когда я говорю, что он может его научить, это значит, что господин судья на самом деле ничего не понимает. И мне хочется открыть его глаза на поведение некоторых особ. Я вам запрещаю. Вы не можете мне запретить, сеньоры. Не кричите в моем доме. Я 30 лет прожил здесь с закрытыми окнами, чтобы не слышать ваших склок. А сегодня тем более не хочу их слышать. Извиняюсь, дон Чазары, но я должен уточнить. Что? Вы что-то сказали? Я ничего не услышал. Ничего. Странно. Я вижу, как шевелятся ваши губы, но ничего не слышу. Когда вы открываете рот, я слышу только стук рогов. Как будто все рогоносцы города одновременно трясут головами. Вы позорите свою профессию, сеньор. Что касается вас, господин судья. Дон Чазары. Мне не хотелось бы напоминать вам некоторые вещи. Я думаю, что я правильно вас понял. Но кража была, это факт. Господин судья, вы имели бы право настаивать, если бы украденные деньги не находились здесь. Видите ли, один из моих людей нашел их, спрятанный на болоте. Я хочу допросить человека, сделавшего такую счастливую находку. Он попросил меня не называть его имени. Дон Чазары. Я дал слово. А теперь признаюсь вам, сеньоры, что я немного устал. Тонио, проводи гостей. Мы еще поговорим. Господин судья, останьтесь на минуту. Отдай эту вазу господину судья. Какую вазу, дон Чазары? Ту, которая тебе нравится. Принеси мне капли. Примейте эту скромную вещь, господин судья. Ей две тысячи лет. Смотрите на нее иногда, и вы поймете суетность некоторых разочарований. Дон Чазары, я знал, что она в конце концов уедет с Франческо. Но я думал, что она разочаруется и вернется ко мне. Когда женщина уходит с другим, мы теряем ее навсегда. Тонио! 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 Дон Чазары! Дон Чазары! Ничего. 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 Мариетта. Мариетта. Ты будешь. Субтитры делал DimaTorzok Синьора Я думаю, что вам лучше не возвращаться домой. Во всяком случае, не сейчас. Ваш муж все знает. Там у меня есть холостяцкая квартира. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДиаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Два покойника сразу А вот и сеньор Бриганте с комиссаром У Бриганта сердитый вид, как он из этого выкрепился Ураньем и соболезнованиями Какой чудовищный, несчастный случай, уважаемый судья Судья поверил? А что ему оставалось делать? Подвиньтесь Ну что, Тоню, ты плакал по Дону Чезаре? Нет Тебе безразлична его смерть? Гасселия оказался здесь А он теперь не только осушит болото Он будет жить в доме Дона Чезаре Как ты думаешь, он будет спать в его постели? Мариэта займется этим Франческо! Франческо! Подождите Подождите Франческо! Больше он не будет устанавливать законы Конец, Матео Бриганте И ее тоже Мариэта! Грешница! Дон Чезаре еще не похоронена, ты уже веселишься? Сколько вы возьмете, господин Кюре, за хорошую свадебную мессу? Сначала надо исповедаться, Мариэта Слишком долго ждать, господин Кюре Можно, быстро! На исповеде ты должна признаться в воровстве В каком воровстве, любовь моя? У свицарца, любовь моя Ах, это! Но я брала в долг Он получил свои деньги У него есть машина, большая, как дом А у меня... Красивый мус Возьми свой дневной заработок, ты свободен Я угощаю всех виноват А кто будет хозяином? У нас их больше не будет У нас их больше не будет